Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима, и вот она! Четвёртая часть 77 серии Скибедиста вышла! И мы наконец-то пойдём её смотреть! А после этого, конечно же, пойдём посмотрим разборы! Куда без этого? В общем, перед началом, не забудь подписаться на мой канал, если ты меня смотришь, а всё ещё не подписан. Внизу глянь подписочку, если не нажата, обязательно нажми. А также залетай в мой Телеграм, чтобы следить за новостями обо мне и моих каналах, когда шоу, где и как. И на Твич, там стримы. Погнали смотреть серию! Так как начальник данной вселенной нехилый такой спойлер слил на превьюшку, ну, кто попал, может быть, превьюшки будут меняться, но я попал на спойлер. В любом случае, посмотрим, чем нас удивит четвёртая серия... Э, четвёртая часть! Это не серия. Четвёртая часть 77 серии. Помнить бы, шо было ещё в прошлой. Знаете, с такими большими паузами не хватать будет, если тут этого не будет в начале. Шо было в прошлой серии. Не, здесь всё классически. А, да-да-да-да-да! Мать собака пришла, я помню. Щенковы бежали, обижали. А вот мамка-собака сейчас ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- все минус щит ну блин ну кому он серьезно он пришел к нему самому потрепанному как только можно понимаешь хотя сам тебе титанище сказал давайте мне подавайте мне кого-то посильнее напросился все напросился сам же виноват получается неожиданно неожиданно допилили братка в жопу вставили понимаешь скорпионами все-таки и стали обозлился собакам собака злая злая собака надо показать как себя вести и к ветеринару ты меч не забыл братишка ты взял кое-что получше хотя снова таки неизвестно что лучше но зари кайфует от этого что лучше как вы думаете меч его который пронзает пространство либо снова такие пронзать пространство можно чем угодно можно и ногу туда засунуть и пнуть если шоу в спину либо вот пушку которую мы только шоу отжали о серьезный удар был ты смеешь использовать мое оружие против меня типа поплачь собачка такой кс-2 да немножечко включить да чё кс-2 все любые игры скоро увидимся визуальные легкие эффекты настолько скоро собака сказала собака сделала вставай пошел куда он смотался за рукой обратно вставай нехорошо кривой перевод поэтому я ну надо по смыслу пытаться понять типа это был ваш самый сильный солдат вот это он спрашивает он в реактор не упомянул сопротивляться бесполезно это шо было а третьего развалили да смотри тивимен там уже на кропальчиках правда но все еще живой ему главный телевизор развалили ему походу ударили по реактору там было смазано я не понял или под реактор или в реактор но реактор судя по всему не пострадал давайте предположим что он сказал не написано же типа растягивай свои булки мы уже выпускаем фалосы уже летят и тактически знаете так допилили дети были такие чуваки на длинных ногах это звездные войны я не смотрел звездные войны но там по моему были очень высокие какие-то штуки на очень длинных ногах тоже с пушками как дань получается звездные войны это ничего не меняет скоро ты встреча свою судьбу так же скоро как ты вернулся ужас смерти так так папа рейнджер скучали по мне что тебя что тебя появилась командир спасибо автоперевод и ножки у него есть нет он все еще летающий мы все ждали что появится на ногах на руках и будет именно полноценный титан а можно ли это расценивать титана тут все таки ну все такой же просто очень заряженный ты меня знаешь я не оставляю своих лучших друзей а чем ты тяпкаришь дюк не простит твое предательство у вас нет шансов против нашего флота правда это безумие одна маленькая проблема а ноги а ноги не ну слушай ну все таки уже какой то полу титанчик получается титаник как бы и не титан ха и может быть потом когда то уйдет ко дну блин ну почему без ног ха 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 с ногами было бы поинтереснее блин ну так прикинь увидеть джемена с ногами первый раз он все летает на своем толчке и летает ну плотники смотри собака здоровая была собака именно реально огромная а прикинь какой он залетел все технологии турбины три а не три реактора я думал три реактора реактор и фактически с такой же мощностью два лазера по бокам это все что осталось типа от твоей бывшей славы на земле или что попробуй меня догнать да ха 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 ну да а это тех она нет не тех она это какой-то приближенный тех они потому что то опять ним вот этот крутящийся вы поняли это наверное тот самый флот про который собака шум шумы в туман скрылись все это все да это все друзья ну как по мне четвертая часть самая интересная из всех частей не знаю может быть потому что наконец то мы дождались вот появление вот все что на вот замес вот зарубали титана да грустно но вкусно в плане сюжета есть что посмотреть есть что покомментировать поэтому погнали к обзорщикам ха 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 мы на канале фордила цена выживания по моему ночью был выставлен обзор человечек не спал смотрел снимал монтировал лишь бы самым первым сразу в стык уважение 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 погнали вот и вышла новая серия с кибиди тойлет она начинается с того же момента на котором закончился предыдущий эпизод да острый джиггернаут говорит титану тиви мену что на этот раз ему не сбежать понимая ситуацию титан пытается телепортироваться отсюда но джиггернаут успевает вытолкнуть его из дыма после чего титан включает щит и активирует клинок завязывается бой где джиггернауту парой ударов удается уничтожить энерго щит но титан тиви мен пытается взять инициативу атаковав клинком джиггернауту практически без проблем удается обезвредить титана сбив его с ног заряжая свою мощную пушку он говорит ничтожество как мы знаем снаряды его оружие хоть и мощные но достаточно медленно благодаря чему титан тиви мен перехватывает его с помощью гравитационной клешни такие же были у большого тиви мена из предыдущей серии скорее всего у титана тиви мена именно та самая клешня которую изучал ученый тиви мен злобно улыбаясь через экран титан говорит не мне кажется это модифицировано вряд ли это прям то же самое если они научились создавать прям один в один здесь не наблюдается деталей стыренных из прошлых недоделок астронедоделок сюрприз и отбрасывает снаряд обратно к владельцу джиггернаут хоть успел укрыться за энерго щитом но он все равно получает серьезные повреждения видя это титан тиви мен прибегает к своему коронному приему прыгнуть в сторону врага джиггернаут смог сбросить себя титана но приготовившись к повторному выстрелу замечает что его оружие пропало а в руке где оно было торчит клинок кстати прошу поставить лайк и подписаться на канал чтобы я и дальше мог радовать вас качественными разборами не обязательно обязательно лайкосик подписочка все как надо оформить уже мне знаете типа удивило вдруг музыка поменял и так я попрошу вас оказывается титану удалось захватить орудие а также он смог установить его к себе на руку до этого все думали что это какая-то способность титана камерамена но по всей видимости все титаны могут это делать да все думали я не думал я даже представить себе не мог что это какая-то особенность определенная он шпыки шпыки вставил как будто они с заводскими настройками поняли там вилка вход как бы стандарт устанавливать к себе чужое оружие он выстреливает но на этот раз хэви камерамен от лица которого мы наблюдаем за происходящим оказался ближе к срыву от чего сильно пострадал но еще сильнее пострадал джиггернаут он говорит ты смеешь использовать мое оружие против меня вот пока он базарен надо было еще раз за тебя навальнуть вы поняли да что ждать то я не понимаю раз два три раздали и погуляли титан же с издевкой отвечает плак плак поплачешь джиггернаут оказавшись в невыгодном положении говорит скоро увидимся и с помощью гиперпрыжка улетает титан заявляет ну не соврал после чего Иса начинает телепортацию как оказалось до этого был обманный маневр джиггернаут выходит из прыжка с другой стороны и атакует титана в момент телепортации от чего тот падает подлетев к нему джиггернаут начинает крутиться вокруг и издеваясь приказывает тому встать джиггернаут атакует титана сначала отрывая клешню а затем свое орудие он вытаскивает из руки клинок и им же разбивает титану экран показывая что не только он может использовать оружие против своего хозяина ну это жестоко жестоко реально а тут возник вопрос слушай ну если камерамены смотрят и считывают мир камерой ну логика понятна а как все это время считывали мир телевизоры тут у меня рождается легкая паранойя так как я подозревал что мой огромный телевизор может следить за мной джиггернаут вытаскивает клинок но джиггернаут добивает его ударом с затылок он поднимает телевизор и говорит невпечатляющая бойня а затем он смотрит на оператора и продолжает это был ваш сильнейший солдат но оказывается что джиггернаут жив он пронзает своим клинком маску джиггернаута вот видишь где у него находятся глазки я пока не понимаю чем он смотрит где в тому глаз после чего пытается атаковать его свечением из ядра но джиггернауту вновь удается отбиться вонзив титана клинок и положа его на землю он говорит лежать сопротивление бесполезно как мы знаем титан тиви мэн умеет отделять свои телевизоры от тела чтобы они сражались автономно по всей видимости чтобы победить его окончательно необходимо уничтожить ядро мы видим что титану удалось выжить джиггернауту один глаз как тут один из астрокораблей терпит крушение оказывается на помощь к агентам прибыло подкрепление скибедистов улучшенные технологиями астра джи сквад тоже здесь и гибрид рэмбо через громкоговоритель показывает скибедиста когда нам показывают улучшенных земных скибедистов можно заметить скибедиста который является отсылкой на популярного музыкального блогера энтони фонтану а также нам наконец показали моего любимого скибедиста да ладно блин ну тут надо было бы стопать и разбирать во первых я не знаю про музыкального ютубера но дай бог популярный и хорошо но кота я точно не увидел бедиста кота надеюсь он еще появится а яйцо джаггернаут видя что происходит говорит это ничего не меняет после чего еще раз ударяет титана тиви мэна он указывает на него и продолжает скоро ты встретишь свою судьбу страшнее смерти как тут мы видим что за его спиной выходя из невидимости появляется джи мэн он улыбается и говорит соскучился и атакует лазерами мы не виделись джи мэна 74 эпизода и за это время у него появились несколько улучшений на основе технологии астра ну да новая способность становиться невидимым пока неизвестно как именно эта способность работает но разве именно невидимым может там просто дым был то что он может так легко добраться к противнику оставшись незамеченным может сыграть важную роль в будущем к слову на месте его потерянного глаза теперь находится маленький лазер джаггернаут успевает поставить щит и говорит что заставила вас появиться командир теперь нам стало ясно что джи мэн также являлся командиром и для джаггернаута джи мэн отвечает ты же меня знаешь я не бросаю своих лучших друзей указывай на титана тиви мэна ну спасибо ему кстати за то что он нормально переводит потому что ну этот мрак который писалось внизу невозможно было воспринимать как нормальный текст полуживой титан услышав это отвечает о чем ты тявкаешь к слову до выхода этого эпизода да факт выпустил короткий ролик события которого происходят до 77 серии там титан тиви мэн сокрушается на счет того что камерамены бездумно идут в бой и пока тиви мэны находятся на базе они бесполезны тиви мэн ученый упоминает то что спикер мэны готовят армаду и что им необходимы еще экземпляры технологии астра для улучшений также ученый предупреждает титана что если тот вмешается то к нему сразу стянутся то самые сильные астроски бедисты титан тиви мэн говорит что таков план потому что с ним произошло за эпизод можно понять что или план провалился или их планом было выманить джиггернаута чтобы с ним расправился джи мэн а возможно это было только начало их замыслов понимаете джиггернаут как оказывается не самое большое зло вот там прилетели эти небесные поднебесные с вот этими штуками над головой вот их надо бояться то тёлочка где то там один раз была заявлена провалилась куда-то сквозь землю опять этот её походу брат сват я не знаю муж что ждать теперь непонятно скоро мы увидим продолжение возможно титан тиви мэн и джи мэн до этой серии как-нибудь договорились об этом плане джиггернаут говорит герцог не простит твоё предательство у тебя нет шансов против нашего флота после чего за его спиной появляется пара лазеров на реактивных двигателей которые атакуют джиггернаута джи мэн отвечает правда с ума сойти одна маленькая проблема не помню что бы я тебе спрашивал в момент его речи мы видим что эти лазеры установлены на руках которые джи мэн присоединяет к себе почти становясь джи титаном ведь по чертежу остались еще ноги он опускает забрало и активирует кулаки после чего в рукопашную атакуют джиггернаута в бою они обмениваются ударами и в какой-то момент джиггернаут говорит это все что земля дала тебе что осталось от твоего былого величия джи мэн же отвечает попробуй после чего улетает провоцируя преследовать его джиггернаут отправляется вслед за ним ну реально попахивает какой-то план да потому что он как будто заигрывал типа появился весь такой поймай меня поймай меня и куда его уволок может быть должен был появиться как раз тот самый флот который нам заявили в начале серии и для этого как бы разделяя властвую поняли история произошла в общем даже обидно немножко от того что улучшаются земные улучшаются улучшаются появляются новые какие-то поднебесные ну и куда дальше еще улучшаться сразу после того как они улетели из гиперпрыжка выходит большой астрокрейсер хэви понимает что пора уходить он замечает как титан тиви мэн начал телепортироваться в последний момент он успевает запрыгнуть в дым и телепортируется вместе с титаном на этом серия заканчивается теперь перейдем к моим теориям начну с самого интересного что это за герцог который по словам джиггернаута не простит джимена за предательство и да это именно что герцог многие почему-то подумали что речь идет о герцогине но на английском эти два слова пишутся по-разному начну с того что на данный момент нам уже второй раз подтвердили что астра есть система герцогства если брать классическое определение то герцоги это военные предводители которые зачастую имеют крупные земельные участки во владении но при этом и они получается не самые главные да то есть герцог тебе этого не простит но не герцог самый главный это как знаете вот это вот это как в фильме вечное вот от марвел где анжелина джоли играла где казалось бы в марвеле мы уже понимали масштабы злодеев какие как минимум они ростом и тут блин заявляют что есть типы которые больше чем планета которые подселяют еще своих детей внутри планеты так и тут когда будет конец тут у меня появляется глобальная теория об устройстве всего мира скибедитоилет и в частности расы астра дело в том что все владения этой расы поделены на сектора которыми владеют герцоги и герцогини раньше им служил джимен как командир астр скибедистов они завоевывали планету за планетой кстати об одной из таких планет я расскажу чуть позже в другой теории это изначально получается что герцог на герцога может пойти в какой-то момент земля приглянулась одному из таких герцогов но командир его войск некоторое время до этого поднял бунт против своего покровителя за что был лишен своих сил и отправлен на землю в качестве наказания также ему сказали что если он захватит эту планету то герцог сможет его упростить с ним за компанию туда отправили ученого скорее всего за его эксперименты связанные с изменением астр скибедистов и их мутациями ведь среди астра мы подобных гибридов не видим также им дали вирус кибеди чтобы они сразу могли собрать целую армию но в какой-то момент что-то пошло не по плану герцога джимен явно не справлялся ведь получилось так что землю кто-то подготовил к появлению врага астры решили что мне нужен ну как подготовил так то всех людей просрали ну почти всех но вы понимаете да про что я инфраструктура уничтожена люди просроты ну класс а животных я вообще не видел в этой вселенной бесполезный союзник который к тому же может их в любой момент предать они практически его устранили после того как он не стал подчиняться их приказу вернуться в тюрьму но тут вмешался ученый все это время они готовили свой план мести набраться сил и технологий чтобы суметь продержаться хотя бы один день и получить технологии астра чтобы потом уже сделать на основе их свое оружие для борьбы с ними но тут вмешались агенты они убили ученого джимен в какой-то момент понял что он не справится против флота герцога то есть вы хотите сказать что джимен это вообще жертва жертва обстоятельств бедный сбежал готовил наступление готовил отомстить а тут вмешались наши начали ему мешать развалили его дядьку ученого а все он просто хотел стрелять матриски бедитом их оружием не знаю не знаю у меня тут очень много вопросов не такое может быть это правда от этого как бы возня вся пошла но местное население камеры и телевизоры они же противостояли не джимену они просто противостояли в принципе всем скибедитуалетом им досраки было астра они или не астра поэтому сказать что они как-то мешали именно джимену поопределен да нет просто так сложились обстоятельства и захотел союза с агентами который по факту теперь заключен именно сейчас джимен смог воплотить свой план и начать снова борьбу с астра но скорее всего после победы над флотом герцога в силу ступят главные силы империи астра а именно появится император именно он будет главным противником во всем сериале остается вопрос зачем джимену нужно было поднимать бунт против герцога тут у меня рождается теория дело в том что видно как джимен любит своих подчиненных он всячески радуется их успехом и даже катает их на себе как по мне при захвате одной из планет джимен потерял слишком много своих друзей из-за абсурдных приказов и он был этому не рад после чего сбунтовался джимен хочет взять под контроль все владения герцога то есть джимен еще и чисто душевный персонаж ха-ха-ха не я не высмеиваю теории это просто ну вы понимаете куда мы идем даааа прикинь да вообще я свой парень оказывается да за своей горой будет на вообще на самого главного рыпаться и уже с помощью этих астра пойти против империи я думаю он сможет выполнить свой план но что это была за планета на захват которой было потрачено слишком много сил что даже командиру пришлось не сладко это и была планета тиви мэнов дело в том что недавно нам снова намекнули на мою уже давнюю теорию о том что тиви мэны не с земли а им пришлось убегать со своей родной планеты которую захватили астра это объясняет их отчужденность от других агентов и так же то что их относительно мало дело в том что еще в конце прошлой серии я не обратил внимание на одну очень интересную фразу джиггернаута на этот раз ты не убежишь но дело в том что в сериале джиггернаут ни разу не встречал тиви мэна титана аааа хорош значит уже были встречи даже в 72 серии сначала он улетел а потом только появился Титан получается что джиггернаут уже встречал тиви мэна до этого это точно не могло быть на земле как по мне джиггернаут тоже принимал участие в захвате и уничтожении Тиви планеты вместе с джименом это объясняет то что они тоже хорошо знакомы Но что же будет дальше по сюжету? На данный момент из шортса с ТВ-менами мы знаем, что у спикерменов есть силы на сражение. Я думаю, Джимен будет биться с Джиггернаутом, и в это время что-то произойдет не в пользу первого, ведь по факту он остался без G-склада. А как мы видим, Астра могут прилетать довольно быстро по зову Джиггернаута. Так что я считаю, что Джимену поможет армада спикеров, чью базу мы скоро увидим в сериале. Это будет дополнять сюжет, что не только скибедисты пытаются как-то помочь агентам, чтобы помириться, но и агенты в свою очередь помогают в ответ. Тут самое сложное это сделать так, чтобы спикермен Титан стал дружелюбен к Джимену, ведь он до сих пор зол на скибедистов из-за паразита, и то, что ему пришлось пережить из-за этого. Но я думаю, Джимен найдет подход, например, расскажет, где сейчас находится камермен Титан. Я что-то, знаете, у меня такая мысль проскакивает, что да факт смотрит разборы Фордила, и не только. И черпает идеи, куда дальше развивать сериал. Ну как? Ну даже надо так четко все время попадать в эти теории, чтобы они всегда сбывались. Смотри, ну блин, раньше давно-давно говорил какие-то такие маленькие наметки, и все складывается. Да как так получается? Настолько вдаль можно смотреть? Да, это он! Это рандомный комментарий! Мои дорогие, это абсолютно рандомный комментарий! Всем хорошее настроение! Ведь я до сих пор считаю, что именно скипедисты спасли его от Астра. И возможно сейчас чинят его и держат его как рычаг давления при заключении союза. Так что Титану Спикермену ничего не останется, как попытаться помочь Джимену ради спасения своего друга. Возможно сцену с тем, что случилось с Титаном Камерменом, нам скоро покажут в дополнительных сценах эпизода или же сезона. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Хорошая, блин, часть серии получилась, скажи. Я не знаю, я покайфовал в моменте, и обзорщикам, разборщикам было реально над чем поработать. То есть эта пауза, а действительно пауза была достаточно большая, была не зря. Не зря во всех смыслах, сюжетно, несюжетно, в общем кайфово. Будет видно, что еще потом запилят фулл эпизод, там вообще небось напихают что-то невероятно голову выносящее. Но это будет потом, да? Четыре части будет у этой серии, как вы думаете? Кто может знает, то напишите обязательно в комментариях. Может быть я уже и спрашивал, но я как-то забыл. Если будут новые части, то будет еще что-то увлекательное. Но, судя по всему, это не конец серии. Наверное, будут еще пятая, шестая, седьмая, черт его знает, сколько их там еще будет. В общем, если вам понравилось смотреть со мной новую часть серии и разбор, обязательно тыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал. Если вы все еще не подписаны, залетайте в мой телеграм, на мой твич и на игровой канал. А с вами был Дима, типа то, пока.